МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где малыши будут проводить основную часть времени. Деньги на ремонт поступили только после мартовских праздников. И вот уже все готово. Причем весь ремонт проводился силами самих воспитателей. Мне, конечно, хотелось бы от имени администрации городского округа, город Местикамский, от отдела образования, от всех дошкольных работников, выразить слова благодарности всем сотрудникам детского сада номер 11 за такую огромную проведенную работу именно в ремонте. Они создали все необходимые условия для того, чтобы 25 ребятишек пришли в этот детский сад. Спасибо им большое. Эта группа рассчитана на два возраста. Сейчас ее начнут посещать малыши с двух до трех лет. В следующем году они останутся здесь же. Для этого специально подобраны и мебель, и игрушки. Последний подарок хоккейного клуба. Яркие современные игрушки не только для развлечения, но и для развития. Кто будет с ними играть, уже известно. Путевки раздали в порядке очередности. Теперь детишки проходят медосмотр и уже скоро начнут посещать детский сад. Вот только устроить торжественное праздничное открытие новой группы не получится. Малышам надо привыкнуть к новому месту. Будут по два ребенка в день приходить, чтобы пройти успешную адаптацию. Два ребенка придет первый день. Через день еще два ребенка. Будет уже четыре. Через день еще два ребенка. Будет шесть. Первое время они будут ходить на полдня, чтобы привыкнуть к новым взрослым людям. И потом постепенно группа войдет в обычный ритм жизни. Сейчас рассматривается возможность открытия дополнительных групп в других детских садах. Здания позволяют. И пусть одна группа не решит все проблемы с очередностью. Когда начинаешь оценивать, сколько всего удалось устроить малышей подобным способом, отношение к процедуре меняется. Смотрите, что мы уже открыли. Значит, вот в седьмом году мы открыли восемь групп. Это 200 мест. Восьмой и девятый вместе уже, скажу, года. Это кризисные были, поэтому там были свои сложности. Тут у нас, значит, открыто, по-моему, пять. Да, пять. Это 125 мест. Значит, в десятом году мы открыли две дополнительные группы, 46 мест. В одиннадцатом году три дополнительные группы, 69 мест. И вот буквально уже за эти два месяца этого года мы 30 мест мы создали в разных садиках дополнительной койки. И плюс открыли вот буквально в понедельник, по-моему, да, в понедельник группу на 25 мест. Итого получается 495 мест, то есть 19 групп. Ну, вот сами посчитайте, если садик, как бы, по количеству он принимает 180-200 детей, да, ну, 220, то это получается два с половиной садика мы открыли. Это немаловажно. И при этом хочу сказать затраты. Вот на эти 19 групп мы затратили, ну, 4 миллиона 600, ну, пусть 5 миллионов, да, 4,5 миллиона между вот. Согласитесь, что строительство садика обходится дороже. Активная работа ведется и по возврату зданий бывших детских садов в систему дошкольного образования. Один из показательных примеров – бывший Венет. Здесь уже полгода ведется активная работа. Где-то пришлось переносить стены, где-то менять полы. Для малышей свои нормы. В каждой группе на первом этаже и спортивном зале пол должен быть с подогревом. Меняли и старые оконные рамы на пластиковые стеклопакеты. Примерная дата открытия этого детского сада – середина августа. Но заведующий уже готовится к приему воспитанников. Придумывает название и выращивает рассаду для будущих клумб. В детском саду сейчас ведется подготовка к побелке потолков, стен в основном, подготовительные работы. А садик рассчитан на 11 групп. Каждый день приходят мамы с детьми и узнают, когда же уже наконец откроется детский сад. Мы с нетерпением тоже ждем этого. Уже вот начали рассаду цветов готовить для благоустройства нашей территории. И надеемся, что все-таки к новому учебному году все работы будут завершены и двери нашего детского сада распахнутся для наших маленьких детей. В этом году планируют отремонтировать и запустить и детский сад номер 27. Здесь какое-то время располагалась школа истоки, но уже сколько лет здания пустуют. Но и это еще не все. Администрация планирует и в дальнейшем расширять систему дошкольного образования. Но детским садиком должно стать вот это здание, где сейчас располагается филиал 13-й школы. Пока все на стадии переговоров, но уже планируется, что деньги на ремонт будут выделяться не из городского бюджета, а за счет предпринимателей города. Для того, чтобы просимулировать активность городских организаций, администрация в дальнейшем планирует распределить путевки в этот детский сад именно среди сотрудников тех предприятий, кто ремонт осуществлял. Только с оговоркой «Человек должен стоять в очереди отдела образования». Наталья Бурова, Азад Давлетшин, информационная программа «Время новостей». Азад Давлетшин, информационная программа «Время новостей».